Привет, друзья! Вы вновь на канале Форнакс Филм, и мы вновь в гостях возле этой прекрасной бани, о которой сейчас и пойдет речь. Напомним нашим зрителям о том, что в прошлый раз мы концептуально определились, какой должна быть баня, а сегодня пойдет речь о том, что в ней должно находиться и какие материалы должны быть использованы при постройке и отделке. Владимир, приветствую! Да, привет, здрасте! Что нам взять за основу материала для строительства бани? Ну, здесь аналогия следующая. Могу привести на примере домов, как мы всем объясняем, потому что дом просто больше, и аналогия от этого не меняет смысл, будь то баня, либо какое-то другое строение. Обычно мы говорим, что надо задумываться о том, как вы будете классно и комфортно проводить время, задумываться о планировке, чтобы она была грамотная, продуманная, чтобы каждая комната приносила пользу, чтобы каждый квадратный метр эффективно использовался. Я думаю, с учетом того, что в бане обычно настроение меньше, это еще более актуально. И меньше обращать внимание на то, из какого материала построен дом. Почему? Потому что люди много времени уделяют, думают, смотрят плюсы и минусы, газобетона, дерево, каркасные технологии. Но потом, когда начинают жить в доме, и не подумав о розетках, не подумав о планировке, понимают, что вот этой комнаты здесь не хватает. С утра просыпаются почистить зубы, да, а, к примеру, уже щетка электрическая, ее уже не зарядить, потому что розеток вы не продумали, вы об этом не задумывались. Я считаю, что вопрос, из чего будут стены, менее важен, он вторичен. А первичен как раз, какая будет планировка, насколько будет функционально пространство в нашем доме, насколько оно будет продумано. Вот на это действительно надо уделить внимание. К примеру, есть баня, к нам приехали друзья, к нам приехали родственники, мы желаем просто там отдохнуть, к примеру, это просто, ну там, воскресный, субботний вечер. Куда мы зайдем, что нам необходимо, какая комната нам нужна, будем ли мы на террасе, как мы зимой будем проводить время, когда часто мы приезжаем, да. Мы с тобой в предыдущем ролике как раз и говорили, что можно вообще автоматизировать, и, к примеру, мы едем с работы, запускаем там котел, запускаем печь, и баня у нас разогревается. Вот как раз, когда мы продумаем свои сценарии жизни, тогда баня у нас станет не просто баней, а именно комфортным местом нашего нахождения, да. И здоровья, и всего, и энергии, и сил. Владимир, у нас довольно интересная здесь входная зона, да. Здесь еще отдельно сделан козырек, то есть о таких моментах мы подумали, да, то есть мы приезжаем домой, пока ищем ключи, а, к примеру, идет дождь в Новосибирске, это достаточно частое явление, то есть на голову нам ничего не накапывает, да. И сделана подсветка, то есть по всему дому выведена подсветка, чтобы наша баня смотрелась красивой не только днем, но и ночью весь участок был выигрышный, в том числе и баня. Почему стеклянная дверь? Почему стеклянная? Потому что была задача сделать пространство открытым. Мы видим с тобой, что на этой стене нет ни одного окна, если бы была бы еще глухая дверь, то есть это вот такая, знаешь, закрытость, как раньше было принято ставить там двухметровые каменные заборы. Сейчас уже вот такой тренд на открытость, на свободу, и я это связываю с тем, что все-таки люди меняются в лучшую сторону, они становятся более открытыми, более свободными. Менее зажатыми, да? Совершенно верно, да. И как раз мы можем посмотреть то, что здесь не только стеклянная дверь на входе, но и открытости много, и в комнате, в которую мы дальше заходим, полностью открываются створки, и когда мы попадаем в саму парную, практически вся стена у нас состоит из стекла, и поэтому это был основной акцент на данной бане. Основа любого строения – это фундамент и стены. Что использовали здесь? Здесь использовали винтовые сваи, но давай посмотрим на вопрос глубже, да? То есть, в принципе, я считаю, что все фундаменты можно разделить на два типа. Это железобетонные и свайные. То есть, в этом основная концепция. Мы, к примеру, чаще всего монтируем для массивной истории, она, конечно, более дорогая, железобетонную плиту. И, на мой взгляд, то есть, это полноценная история, нету никакой вибрации, ты чувствуешь себя уверенно, мощно. И, в первую очередь, это чаще всего важнее для дома. Если мы говорим про сваи, то здесь чаще всего либо винтовые, либо железобетонные сваи, непринципиально, да? То есть, мы чаще всего используем винтовые сваи, потом их еще заполняем бетоном внутри. Во-первых, это более экономичный вариант. А во-вторых, он позволяет обойти большие уклоны в случае. К примеру, бывают участки с перепадом по 4 метра. Или даже баню можно построить, к примеру, с видом на реку. И, конечно, здесь при большом перепаде логичнее использовать винтовые сваи, как мы сделали именно в данном примере. Но, опять же, есть и бани разные. Есть бани на уровне полноценного дома. И там, конечно же, логичнее использовать железобетонные фундаменты. Здесь использован такой, я считаю, что довольно смелый материал для стен. Это сэндвич-панель. Ну, не совсем сэндвич-панель. Это все-таки каркасная технология. То есть, они отличаются, но ты близок. Я бы на самом деле не сказал, что он какой-то смелый. Потому что, на мой взгляд, без разницы, какая будет стена. Конечно, специалисты могут сказать, что для бани важно только дерево. Но здесь, в первую очередь, важен один момент, и я о нем сейчас расскажу. Вот смотри, сейчас мы уже привыкли, что саму парную мы отделываем чем-то. Липа, осина. Если у вас совсем много денег, то, возможно, какой-то абаж. Но, в любом случае, идет материал отделки. То есть, у нас идет сначала парализоляция, потом у нас идет вент-зазор, и потом уже материал отделки. И поэтому, какой у нас материал стены, не настолько важно. Это важно было раньше, когда у нас материал стены, он также в парной являлся материалом отделки. Важно, чтобы он был максимально экологичным, ничем не обрабатывался, и вот был натуральным. Да, это важно. В случае текущего момента, во-первых, все материалы, которые используются, они экологичны. И, во-вторых, у нас идет внутренняя отделка. Ну и, опять же, если взять, у нас есть, на мой взгляд, четыре технологии стены, которые проверены уже столетиями, и без проблем можно делать из них дом, баня, все что угодно. Это кирпич, это дерево, это каркасная технология, и это газобетон. То есть, это те технологии, которые уже проверены временем, можно их смело использовать и не бояться. Но зачастую идет, вот знаешь, такая манипуляция стоимости. Вот этот дом дороже, этот дом дешевле. Мы пришли, строя дома, к одному выводу. Ну, опять же, это сейчас пример на доме, но к бане можно смело применять. Стоимость стены в доме 7%. Да, то есть, и на самом деле, когда мы строим коробку, да, то есть фундамент стены, кровли, окна, двери, без всего остального, то здесь можно сказать, вот кирпичный он подороже, там деревянный он подешевле. Когда мы уже для деревянного дома, я думаю, ты сам знаешь, когда мы посчитаем уже шлифовку, покраску, всю историю, и он уже не становится вроде бы таким экономичным, и плюс-минус они стоят разной стоимости. Поэтому я считаю, то есть, можно смело для бани применять любой материал, если ты все остальные работы выполняешь правильно. Я предлагаю пройти внутрь и даже детально поговорить об интерьере. Ну, вот так вообще другое дело, да? Простор какой. Ну, да. Вадим, но хоть это и современная баня, без дерева никуда. Ну, конечно, конечно, дерево наше все, тем более наше название плотников. Да, в принципе, мы выходцы из дерева и четко все понимаем. И здесь, если ты обратишь внимание, у нас полностью вся отделка, но единственный момент, то есть, она здесь не сошлифована, просто окрашенная. Заметили в Финляндии такой момент, то, что так же, как на фасаде, дерево не строганное, она краску удерживает намного лучше, нежели чем строганная доска. Ну, и вот, так скажем, мы экспериментируем, смотрим, как это у нас будет на практике. Да, но вообще нам важно сохранить вот эту экологию и оставить дерево. Но, как мы с тобой знаем, деревянный дом имеет свои нюансы. О, да. Да, да. Ну, к примеру, один из самых важных вопросов и задач, которые надо решить при строительстве деревянной бани, это усадка. И когда мы строим каркасную историю и финишно отделываем ее всю деревом, мы просто избавляемся от самой главной задачи, которую надо решать, усадки, у нас с дверями все в порядке. Но при этом мы имеем все тот же запах сосны, все тот же запах отделочного материала в парной, и у нас полноценная, можно сказать, деревянная баня. Кстати, какое наполнение у этих стен? Здесь минераловатный утеплитель, если точно, это Терра 37. И на самом деле мы специально с производителем, здесь это не реклама, ни в коем случае, действительно материал хороший, мы используем его на своих объектах. Самое для нас важное было то, что у него флекс край. То есть это значит полностью его структура, она эластичная. И когда мы его вставляем в любой проем, он его заполняет. Если потом в дальнейшем этот проем по каким-то причинам расширяется, как мы с тобой знаем, дерево это материал живой, и это надо обязательно предусмотреть, то эта теплоизоляция, она все эти пустоты заполняет. Помимо этого, у данного типа теплоизоляции самые лучшие показания на вибростенде. То есть это значит, ну она практически не вылеживается даже при самых сильных вибрациях. То есть спокойно можно на несколько десятилетий быть уверенным за эти стены. По отделке здесь могу сказать следующее. Если ты обратишь внимание, то здесь есть два тона. Светлые и темные, да? То есть в основном мы взяли для отделки розеток, вот каких-то таких моментов, там розеточек, столов, кресла-качели, которые у нас стоят на террасе, отделки самой бани и всех элементов подсветки, черные тона, либо темно-черные, либо темно-графитовые. Это вот темно-графитовые, это прям любимый такой скандинавский цвет. И, конечно же, светлые тона. Вот как раз мы с тобой везде, где стоим, полностью дерево, окрашенное белой краской на водной основе. Но при этом мы сохранили всю структуру дерева. То есть мы закрашиваем, но при этом мы видим сучки. На мой взгляд, я вот обожаю дерево. То есть мне всегда приятно, когда какие-то сучки, небольшие даже трещинки. Это показывает то, что у меня баня из натурального материала. Естественность. Да, да, да. То есть не просто пластиковые панели я вставил, а наоборот это живой, естественный материал. И как показывает практика и тренды загородного домостроения, мировые, то есть наоборот, это прям самый топ-топ. То есть надо это показывать, надо делать на этом акцент, на натуральности и на естественности. Помимо этого у нас еще фасад дома отделан вот такой, знаешь, как ствол сосны. Тоже естественная краска. Также у нас ворс снят по дереву. И поэтому вот три основных таких тона мы в принципе наблюдаем. Помимо этого там даже входная дверь, которая сейчас за тобой, она тоже ярко-светлая, белая, но ручки при этом и петли они черные. Я, кстати, еще заметил то, что внешняя стена дома, тоже отделана профлистом, но покрыта не просто глянцевой графитовой краской, а имеет такую шагриневую текстуру. Совершенно верно. И это смотрится очень необычно и очень дорого, я бы сказал. И знаешь, такой момент, это как говорится, дьявол кроется в деталях, и это на самом деле так и есть. Просто даже повторить вот этот проект будет очень сложно, когда ты не погружаешься в детали. Ну, вы как профессионалы в печах, я думаю, это прекрасно понимаете. То есть просто элементарно, не зная покрытия, что создает вот эту шагринь, ты возьмешь профилированный лист, попытаешься реализовать тот же проект, но он у тебя будет смотреться дешево. И это как раз делает вот это вот покрытие. Помимо этого, оно так сильно не царапывается, как покрытие полиэстер. То есть это даже с точки зрения практичности намного интереснее. Зайдя в эту парную, даже когда баня не работает, понимаешь, что что-то здесь не так. Света много. Да, очень много света, и на тебя не давит вот эта вот темная, мрачная, таинственная атмосфера. Здесь, наоборот, все легко и светло. Как вы этого добились? Ну да, как и весь дом, я тебе открою секрет. Все дело в окне, которое за твоей спиной. И на самом деле это основной источник света, простора и вот такого, наверное, душевного какого-то спокойствия и радости внутри. На самом деле и была задача, чтобы чувствовать себя здесь просторно, потом, когда уже будет завершен участок, когда уже будет полностью реализован ландшафт, здесь будет очень приятно находиться, и долгое время можно будет с минимальным паром, вот как в таком, в отличном, в хорошем спа, находиться, релаксировать. И все тона светлые, как в натуральной бане, то есть они оставлены. И заметь, все вот эти детали, они как раз черного цвета. Даже в парной мы сохранили вот эти детали. Друзья, я абсолютно уверен, что наши два выпуска, посвященные этой шикарной бане, убедили вас в том, что проект для бани просто необходим. И если вы не хотите оперировать при постройке своей бани такими понятиями, как черный ключ, серый ключ, а хотите получить законченное, завершенное изделие, то я смело могу рекомендовать вам компанию плотников, которые могут абсолютно все сделать для вашего комфорта. Кстати, Ванюр, почему к вам обращаются? На самом деле ты правильно все подметил. В первую очередь мы концентрируемся и работаем для тех людей, которые видят результат, видят интересные дома, крутую архитектуру и хотят получить это, но не готовы тратить свое время и копаться в деталях. То есть они хотят получить продуманную планировку, интересную, красивую архитектуру и качественно построенный и продуманный полностью дом. Вот мы для них как раз и работаем. И с радостью это готовы предоставлять, строить и радовать будущие семьи, которые будут отдыхать, не только париться, но и отдыхать в таких банях. Ссылку на подробный обзор об этой бане я оставлю в описании к этому ролику. Там же вы можете перейти на канал Владимира и познакомиться с другими завершенными проектами, не менее интересными. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Если у вас остались вопросы, пишите нам в комментарии, звоните нам на горячую линию и, конечно же, ждем вас в магазинах Фарнакс и на сайте farnax.ru. Владимиру, спасибо. Спасибо, что были с нами. Давай, Женя. Счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.